По многим итогам матча, который состоялся под Шутау, между Орланом и Актобиев, вот эта шайба была заброшена, но после долгого видеопросмотра я определил, что все-таки там была помеха вратарю, и шайба была отменена. Это вот единственная шайба, которая побывала в воротах отменена в этом событии первого периода. Дальше много борьбы было, много бросков, больше работы было у Романа Шефера, Голкибера Орлана, и по броскам сбор в три раза перебросали оппоненты, 5 против 15, и такие цифры и статистики были по первому периоду, но со всеми этими бросками Роман справился. Но вот такие вот эпизоды довольно опасные были у его ворот, работы у него было сегодня много, ну и много бросали, конечно, Актобиев, действительно, они сегодня заметно преобладали в плане бросков, ну и выигранный бросок мне также, кстати, говорили в пользу команды гостей. Так, ну этот эпизод на бокам, где как раз вызвал тоже возможность тому, что нужно было посмотреть. Да, вот тут хорошо видно, заметили повтор, отправились рассматривать эпизод, и там оказалось, что под перекладиной шайба прошла, и шайба была защитена. Добернул Таузбаев, открывающий этот матч, ну и дальше, дальше уже, как старались соперники, но до завершения второго периода шайба была брошена к юге и увидели. С трасси кипели, много было борьбы, много силовой борьбы, ну и удалений тоже хватало, но единственное, без удалений у нас прошло встреча номер один, дальше уже дисциплина стала подводить. Ну и вот сейчас мы посмотрим, как события в третьем периоде уже здесь сравниваются. А Бурамбаев, это второй период, про запрещение, второй период Бурамбаев с шайбу забрасывает. Ну и дальше, дальше уже все шло к тому, что мог случиться овертайм, но Орлан таки добивается успехом. Но об этом чуть позже, об этом чуть позже, мы посмотрим сейчас с вами пока эпизоды, которые у нас были, и вот такой вот бросок с уходной дистанцией, здесь Роман Шефер справляется. Дальше смотрим еще, что у нас было в игре, и вот он как раз момент решающей поединке, здесь Кабду Алини и Ждановский здорово разыграли между собой, и точным броском Алини Ждановский поражает ворота соперника. Ну и Орлан празднует победу, времени совсем не оставалось, и штурм предприняли гости, но этого не хватило для успеха, так что два очка Орлан кладет себе в актив. Ну и по броскам давайте посмотрим, 17 против 64, внушительные цифры, внушительное преимущество гостей, дальше цифры по выигранным бросаниям, 17 у Орлана, 27 у гостей. И здесь же гости тоже переграли, одна из заброшенных шайб, вернее, одна же шайба, она и была заброшена в большинстве, ну и штрафные минуты, здесь набрал 4 минуты Актобе и 8 Орлан. Таковы итоги встречи второй между Орланом и Актобе, 2-1, итоговый счет.